Юлайка 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 Я сейчас снимаю этот стендап в шапке, хотя по канонам телевидения делать бы этого не следовало. Снимать я ее не собираюсь, вдруг и сейчас на нас что-нибудь упадет. В этом доме на Пионеров 22, у которого я так опасно стоял в кадре, управляющей компании будто нет вообще. Налить и сугробы уже угрожают жизни. Правда, если ЧП случится, далеко везти не придется. От этой крыши не отличаются и многие на так называемой красной линии. Владельцы магазинов и прохожие уже отчаялись. Сосульки вот висят, они вот и страшно пройти, они могут упасть. Вот я недавно видела, женщину проходила и в миллиметре от нее вот упали эти сосульки. Наверное, в старых частях города вот такая ситуация. Ну и насколько я знаю, вот эти дома, они под снос стоят. Может здесь сильно не пытаются следить и ухаживать за ними. Действительно выглядит так, будто дом готов под снос. Уже не сосульки, милый символ весны, а вот такие глыбы льда валятся с крыши. Каждый день рейд по проблемным домам проводят и активисты Народного фронта. Рецепт у них только один – побудить к активности самих жителей. В случае, если управляющая компания уже никаким образом не реагирует, идем в жилищную инспекцию нашего города Барнаула с приложением фотографии, с письменным заявлением и обращением на то, что управляющая компания не реагирует на те или иные замечания. Даже когда наша группа уже завершала съемочный процесс, с крыши упал ледяной пласт. Вот так было, а так стало после падения. И чем теплее, тем опаснее. Так что если в вашей управляющей компании не приходит в голову, что потепление равно ледопад, привести ее в чувство сможете только вы сами. Андрей Дрилер, Александр Антропов. Наши новости. За безопасность почти стол новоалтайских студентов сегодня утром оказались под дулами автоматов. Повсюду стреляли. Правда, патроны были холостыми. Студенты исполнили роль заложников в антитеррористических учениях, организованных краевыми силовыми службами. Как себя чувствует человек под градом воображаемых пуль, решил узнать и наш корреспондент Илья Кочетков. Утро. Культурно-досуговый центр новоалтайска. Юноши и девушки мирно смотрят мультфильм и ждут. Все, что они знают, сегодня им предстоит изображать заложников. Честно, не знаю даже чего ждать. Все непредсказуемо будет. Будет громко. То, что нас предупреждали, будет громко. Красная карточка на груди, объяснили нам силовики, означает, что персонажу будет суждено условно погибнуть. Желтая проведет весь захват без сознания. Зеленая останется в живых. Таковы условия этой игры. Но то, что происходит дальше на игру, похоже, мало. Это напоминает все фильмы про террористов разом. Только здесь ты по-настоящему глохнешь от выстрелов, и в тебя летят стреляные гильзы. Спросить, что чувствуют ребята, нам не разрешили. Для чистоты эксперимента с ними общаются только условные захватчики. Встал. Руки за спину. Руки. Как нам пояснили силовики, если раньше заложники просто сидели и ждали, когда их освободят, то теперь террористы взаимодействуют с ними. Таким образом решили усложнить, но и сделать более жизненным сценарий учений. Как поведут себя люди в экстренной ситуации? От чего зависит, станет ли заложник паниковать или впадет в ступор? С другой стороны, насколько слаженно будут работать различные силовые структуры, освобождая заложников? Ответы на эти и другие вопросы и призваны дать учения. Организаторы признаются, конечно, для всех участников это немалый стресс. Но ведь и терроризм не дремлет. Так что, если подобное произойдет в реальности, лучше встретить врага во всеоружии. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Это уже не учение о реалии жизни. Водитель Рено сегодня утром спровоцировал серьезную аварию на выезде из Барнаула, по итогам которой один дорожный рабочий погиб. Двое других остались живы, но им потребовалась помощь врачей. Это случилось на перекрестке Павловского тракта и поворота на Новомихайловское кладбище. Из сводки Барнаульского ГИБДД известно, что виновником ДТП стал водитель 76-го года рождения. Сначала мужчина сбил троих дорожников, а затем влетел в грузовик, который стоял неподалеку. От травм один из рабочих погиб на месте, другим оказана медицинская помощь. Одного из пострадавших увезли в больницу. Помимо бригады скорой и полицейских на вызов приехали спасатели. Назначена проверка. В следующей истории тоже фигурируют большегрузные машины. Перейти на газ и навести порядок в законодательстве. Алтайские грузоперевозчики в очередной раз обсуждали, как переломить сложную ситуацию на рынке грузоперевозок и реально зарабатывать, а не работать на грани самоокупаемости. Не так давно они предлагали повысить тариф на транспортные услуги. Теперь решили заменить дорогостоящий дизель на более дешевый газ. Насколько это реально, выясняла Валентина Аскерова. Почти 2 рубля за километр с каждого грузовика по системе Платон, многотысячные штрафы за перегруз, заплатив которые, можно объявлять себя банкротом и цены на топливо, что хоть из профессии уходи. Это лишь часть проблем на рынке грузоперевозок, с которыми ежедневно сталкиваются как предприниматели, так и простые водители. Когда мы начинали 6 лет назад, ставки на Москву, грубо говоря, отсюда фраг на Москву стоил 60 тысяч. Сейчас стоимость грузоперевозки отсюда до Москвы 70-80 тысяч. То есть прошло 5-6 лет, дизтопливо выросло практически в два раза, а стоимость грузоперевозки практически незначительно приподнялась. Снизит расходы, поможет переход на газовое топливо, заявляют эксперты. Сэкономить на топливе грузоперевозчики могут в два раза, но для этого нужно купить грузовик, который работает на метане. Если на дизеле 100 километров мы проедем за полторы тысячи, то на метане всего за 600 рублей. Правда, такой грузовик удовольствие не из дешевых. Его цена 10 миллионов рублей, на 2 миллиона больше, чем дизельного. Конечно, через пару лет окупится, но все равно пока это непосильная нагрузка для предпринимателей. Президент Национальной ассоциации грузового транспорта Владимир Матягин, который специально приехал на встречу из Петербурга, видит выход в объединение. Вот смотрите, стоит у нас грузовик сзади, да? Один человек этот грузовик может сдвинуть с места? Я думаю, сложно, да? А если все люди подойдут в легкую, так же и в экономических аспектах. Консолидируясь, если я приду покупать один грузовик, то мне будет цена очень большая. А когда мы сказали, что мы хотим купить 100 грузовиков, то у нас цена будет на 20-30% ниже. На встречу грузоперевозчиков собралось около 100 человек. В Алтайском крае их, конечно, в разы больше. И у всех накопилось много вопросов, которые они хотели бы обсудить не только между собой, но и задать вопросы представителям весового контроля, а также и специалистам Минтранса. Но они на встречу не пришли, сославшись на занятость. Валентина Аскирова, Николай Шелко. Наши новости. Их коллегам, дорожным мастерам, скоро тоже будет не до отдыха. Все из-за того, что через пару месяцев в крае дадут старт кампании по ремонту и прокладыванию дорог. Одним из центральных и крупных проектов этого года станет строительство полотна в направлении Ярового. Автомобилисты знают, что трасса камень на обиха бары Панкрушиха. Но вот вся покрыта колдобинами. Новое полотно, обещают специалисты, будет прочным. Для этого сотрудники Алтай-Автодора буквально по камешкам исследуют будущий материал. Анастасия Дороган увидела процесс создания. Центрифуга не для космонавтов, а для камней. Самых настоящих. Это тоже этап отбора. Лучшие станут асфальтом. Так в лаборатории Алтай-Автодора исследуют образцы щебня. Сета побольше, затем поменьше и в группы по крупности. Посредством рассева мы разделяем наш щебень на фракции. Фракция или размер определит, в какой именно слой асфальта лягут камни. В лабораторию везут образцы из 14 карьеров края. Каждый год камни разные. Качество зависит от глубины породы. Теперь нужно узнать, достоин ли камень дорожного призывания. Длинные плоские щебень забраковывают, объемно-кубовидные оставляют. При уплотнении смесей, в которые они потом в дальнейшем пойдут в асфальтобетоне, они не ломаются и хорошо уплотняются друг с другом. А вот и настоящее испытание. Щебень замачивают, так проверяют влияние на него воды, ссыпают в сосуд и под пресс. Слышите треск? Это значит, некоторые не выдержали пресса в 20 тонн. А это всего лишь обычный груженый самосвал. Наконец, еще один этап – холод. Минус 18 градусов и череда заморозок. И если испытуемый до сих пор не стерся и не потрескался, быть ему асфальтом. Такие испытания проходит весь материал. Требования к строительству дорог ужесточились, говорят специалисты. В приоритете камни поменьше, сцепление лучше. Прочно должна сделать дорогу и новая технология. Она позволяет нам улучшить качество грунта, который мы укладываем в основание дорожной одежды, защитить его от влаги. И, соответственно, дорога будет ровнее, будет держаться дольше. На моей дороже будет? Удорожание будет незначительное и еще плюс идет экономия цемента. Возможно, эту технологию используют уже при строительстве дороги на Яровое, куда, как известно, ежегодно едут десятки тысяч туристов. Кстати, специалисты обещают контролировать и сами строительные работы. Это уже в летнее время. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Ну вот мобильная игра, где используется образ сбийского пенсионера, может стать поводом для судебных разборок. Вячеслав Степанович, который получил большую известность после своего высказывания о елочке, планирует обратиться в суд. Мои коллеги из Бийска встретились с героем игры для смартфонов. На момент общения окончательного решения еще не было. Впрочем, непонятно, чего, собственно, хочет добиться пенсионер. Но вот, кстати, бийские корреспонденты первыми показали ему, как выглядит приложение. Вячеслав Степанович, судя по реакции, ожидал немного другого. Приложение на смартфоны скачали чуть больше тысячи человек. Мобильная игра «Елочка без соли, украсть елочку» вышла в прокат 24 января. Пользователю нужно нарядить зеленое дерево, преодолевая трудности и критику главного персонажа. Им выступает Вячеслав Степанович. В съемочной группе пожилой человек заявил, что разрешение на использование его образа никто не спрашивал. Отметим, что мобильная игра не так популярна, как само видео. К примеру, только на канале YouTube Бийского телевидения. Ролик посмотрели больше полутора миллионов человек. Неоднократно в информлентах появлялись новости о том, что Вячеслав Мясников намерен судиться с разработчиками. Однако никаких мер на момент разговора предпринято не было. Пенсионер ждал звонка своего знакомого из КГБ. Я должность не буду говорить его и звание. Я не из тех, кто ляпает языком. Как он мне утром скажет, мой человек, в КГБ, так я сделаю. Все. Наверняка это интервью вновь наберет лайки, как их набирает Юлайка. Собака по имени Юлайка стала символом Красноярской универсиады, до старта которой осталось чуть больше недели. Эти соревнования планетарного масштаба впервые доверили провести нашей стране. На универсиаду уже пакуют чемоданы спортсмены и волонтеры, в том числе и из нашего региона. Всего в делегации от Алтайского края 13 человек. Елена Кузовкина познакомилась с ребятами, ну и, конечно же, с Юлайкой. Ксюша, смотри, у нас попали два человека в парк универсиады, даты заезда у них разные. Они, в принципе, могут встать в две смены. Арену Север закрывает только Марина, и попала она на супервайзера. Как ты думаешь, справится? Представители регионального штаба помогают организаторам универсиады составлять график дежурства волонтеров. За происходящим наблюдает не только наша съемочная группа, но и молчаливый Юлайка, талисман зимних стартов в Красноярске. Кстати, чтобы стать этим симпатичным псом, вернее, человеком, который будет ростовой куклой в образе Юлайки, необходимо было пройти конкурсный отбор. Что уж говорить о волонтерах, работать на универсиаде будет 5000 помощников со всего мира, 13 с Алтая. Есть медицинский университет Катерина Шелихова, она будет работать со скорой неотложной помощью. Есть ребята, которые будут работать на допинге, это волонтер Шапирон называется, это сбор допинг-про. Ксения Синеговская руководит региональным штабом и впервые сама поедет волонтером в Красноярск. Правда, поболеть за участников универсиады по большому счету не получится. Девушка будет контролировать работу спортивной деревни. А за культурно-массовым отдыхом гостей предстоит наблюдать Ксении Лесничей. Она волонтер со стажем. Универсиада предоставляет волонтерам полностью экипировку. Это будет входить зимний горнолыжный костюм, который как бы предназначен для наших сибирских морозов. Толстовки, футболки, рюкзаки. И что самое приятное, вся эта форма полностью остается на память волонтеру. Кроме того, организаторы оплачивают волонтерам проезд, проживание, питание и экскурсии. При условии, что все эти люди прошли отбор и состоят в официальной делегации. Известно, что от нашего края на универсиаду поедет несколько волонтеров-самовыдвиженцев полностью за свой счет. Видимо, очень сильно желание поболеть за нашего единственного спортсмена. От Алтайского края выступать будет лыжница Яна Кирпиченко. Открытие зимней универсиады состоится 2 марта. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Ну вот прямо сейчас узнаем, стоит ли ставить лайк погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Валар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Валар». Почувствуйте разницу. «Валар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Синоптики говорят, что на территории края немного похолодает. Возможен снег в Белокурихе, Змеиногорске и Рубцовске до 4 мороза, в Бийске – минус 2. В Барнауле – юго-западный умеренный ветер, ночью до 5 мороза, днем до минус 2. Но в целом достаточно комфортная погода. Напоминаю, телефоны нашей редакции в Барнауле прежней – 722-440. Ждем ваших звонков. Свежий выпуск наших новостей уже завтра. Ставьте лайки под нашим выпуском в глобальной сети. Берегите себя.